Урод! Урод! Кричали дети, когда он вышел на улицу. Человек еще сильнее вжал голову в плечи и ускорил шаг. Вдогонку ему полетели камни. Один прибольно стукнул в спину. Человек перешел на полубег и скрылся за поворотом. Теперь он петлял по узким грязным переулкам. Дети отстали, но он не сбавлял темп. Прохожие, взглянув на него, презрительно отворачивались, говоря, вот урод! Многие плевали вслед. Человек прошел мимо ларька, вывеска над которым, намалеванная желтой краской, уже облезшая от времени, гласила «Только здесь вы можете вкусно и недорого перекусить». Запах жареного мяса и чесночного соуса заставил человека остановиться и вернуться к ларьку. Он вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня. Одну порцию пробурчал он, прячась за воротник и отворачиваясь от окошка. Продавец, толстый седой старик, чье лицо блестело от пота и мясного жира, выхватил засаленный доллар из пальцев покупателя и высунулся посмотреть на раннего любителя отбивных. Но стариковское лицо тотчас же исказило гримасы отвращения. «Убирайся, проклятый урод!» – каркнул он. «Нечего здесь ошиваться, я продаю еду только нормальным людям, еще заразу какую от тебя подхватишь». «Мне заплатил!» – попытался возразить несчастный. «Я считаю, до трех!» – продавец высунул в окошко дула, порыжавшего от ржавчины револьвера. Пошел вон! Человек отошел от ларька, не перекусив и потеряв доллар, и зашагал дальше по улице. Он до вечера бесцельно бродил по городу. И до вечера его со всех сторон преследовало грязное, прогнившее слово «урок». На ночь он устроился в заброшенном, полуразрушенном доме. Человек был очень стар, он давно уже потерял счет годам и забыл свое имя. Но татуировка на плече, сделанная им в армии, напоминала, что он – Саймон Рикс, 1998, второй взвод. Прислонившись к пыльной кирпичной стене, он долго смотрел на татуировку, пока от усталости не провалился в сон. Проснилась человеку его молодость, когда он жил в прекрасном городе с зелеными парками и высокими зданиями из стекла. Он ходил по дорогам, которые были не изуродованы взрывами, и земля ночью совсем не мерцала таким привычным, бледно-призрачным цветом. Никто не продавал крысиные отбивные, да и сами крысы были намного меньше, а не по колено. Но самое главное, никто не таращил на Саймона белесые глаза, и люди не плевались в него едкой зеленой слизи. Мальчишки не били его своими когтистыми руками, прохожие не хлистали по спине скользкими щупальцами, и никто не обзывал его уродом. Потому что тогда, много десятилетий назад, до бомбы с тремя лепестками на боку, все люди были такими, как он. Когда я был совсем маленьким, я был довольно застенчивым и малообщительным ребенком. Может, по этой причине у меня появился воображаемый друг. Друга звали Саша. Видимо, моя фантазия настолько добросовестно поработала над образом Саши, что я мог без труда в любое время дня и ночи увидеть его и играть с ним. Если я разговаривал с ним, он даже отвечал мне. С Сашей действительно было весело. Мы придумывали новые игры и развлечения, а иногда он даже учил меня чему-то новому. Когда я был в детском садике, он тоже был там. Да, собственно, насколько я помню, он всегда был рядом. Родители, конечно, замечали, что я общался с воображаемым мальчиком, но решили не вмешиваться, мол, рано или поздно это пройдет. И это прошло. Но закончилось наше общение весьма странно. Мне было 6 лет, я проводил лето на даче у бабушки. Тот день был довольно жарким, и бабушка отпустила меня купаться на речку вместе со старшими мальчиками. Какое-то время мы с ребятами плескались около берега. Потом кто-то предложил понырять с моста, перекинутого через нашу реку. Помню, что мне стало как-то не по себе. Мост находился довольно высоко над водой, а течение было сильное. К тому же я плохо умел плавать, но это сейчас я могу анализировать. Тогда же мне просто стало не по себе от экзотии. Мальчики с веселым криком побежали к мосту. Я старался не отставать. Когда я добежал до места, один уже спрыгнул вниз. Я видел, как прыгнув, мальчик полностью скрывается под водой, а через несколько секунд появляется на поверхности уже в совершенно другом месте. Его уносило течением. Подойдя к перилам моста, я уже собрался с духом для прыжка, а вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд. Повернувшись, я заметил смотрящего на меня Сашу. Его ясные голубые глаза просто впились в меня. Раньше я никогда не видел его таким серьезным. Он каким-то странным напряженным голосом стал говорить со мной. Сказал, что я ни в коем случае не должен прыгать с моста. Что от удара с водой я потеряю сознание и начну тонуть. Мальчишки не смогут вовремя меня вытащить из воды. Потому что меня быстро унесет течением, и я погибну. Я слушал его, будто завороженный. Он говорил, как взрослый. Помню, как тогда мне стало страшно. Я послушался его и пошел прочь с моста. Даже когда другие мальчишки кричали мне вслед, мол, струсил, я и не подумал вернуться. Придя домой, я рассказал все бабушке. Я всегда рассказывал ей свое общение с Сашей, а она всегда улыбалась и слушала меня. В этот раз, после моего рассказа, у нее на глазах навернулись слезы. Она молча ушла в свою комнату. Однако больше всего я удивился тому, что после того случая на мосту я больше никогда не видел своего друга Сашу. Он просто исчез. Сначала я очень переживала, потом забыл. Забыл до недавнего времени. Неделю назад мне исполнилось 18, и как-то вечером мне родители сказали, что я уже достаточно взрослая, и они хотят о чем-то мне рассказать. Они рассказали, что когда-то у меня был старший брат, и что он умер незадолго до моего рождения, в возрасте 6 с небольшим лет. Каково же было мое удивление, когда они показали мне фотографию брата. На фото был мой выдуманный друг Саша из далекого детства. Я помнил его лицо с ясными голубыми глазами до малейших деталей. Как он умер? Спросил я в оцепенении. Утонул, упав в реку с моста, ответила мама. У меня больше не было слов. В голове крутились воспоминания из детства. Я вдруг осознал, что действительно каким-то образом общался со своим братиком. А он всегда находился рядом, чтобы не допустить повторения трагедии, которая унесла его жизнь. Папа у меня в молодости, скажем так, имел очень большую популярность у прекрасного пола. Как рассказывала мне бабушка, идешь, значит, по деревне, если увидел большую толпу девок, без сомнения, знай, что он в центре. Был он жизнерадостным, общительным, в общем, душой компании, но всему хорошему по закону подлости рано или поздно должен прийти конец. А причина этому, как вы могли догадаться, девушка, которая начала в прямом смысле этого слова преследовать моего отца. Приехала она в деревню недавно, но и влюбилась до беспаминства. А папа у меня был ветреным, свободу очень любил, но и к серьезным отношениям абсолютно был не готов. Ее будто бес вселился, преследовала она его везде. Закатывала бойные сцены ревности, хотя он с ней почти знаком не был. Бывало, стоит он с девчатами, но анекдоты травят и так далее. Она тут как тут и давай ругаться, но мол, чем я хуже их, я люблю тебя, я буду лучшей тебе женой в мире. Мы созданы друг для друга и все в этом роде. По рассказам отца девка была очень красивой, но что-то в ней его пугало, не знал он уже, что делать, да куда деваться. Пока ему наконец не пришла спасительная повестка в армию, он и сам бы никогда не подумал, что поездка в армию будет для него таким счастьем. Пришло время проводов и все как полагается, пьянка, гулянка, пляски, гитара, пока ложку дегтя бес не послал. И все по старому сценарию, буду ждать, не забывай меня, с другими не гуляй. Ехал он в армию, письма штабелями идут, он-то надеялся, что за два года она может поумнеет и забудет, но не тут-то было. И по совету товарищей сослуживцев, он посылает ей письмо, мол, я нашел тут девушку, домой не собираюсь, женюсь да останусь. Проходят недели две-три и в один вечер на построение он не пошел, так как себя плохо чувствовал. Лежит один в казарме на своей кровати, вдруг видит, в дверь заходит она. Он в шоке, хотел подскочить, чтобы узнать, что она тут делает, но понимает, что не может пошевелиться. Молча, не издавая ни малейшего звука, она подходит, белая, как снег, в ночной рубахе, залезает на кровать. Взяла его за горло и держала, пока в казарму кто-то не вошел. Тут тело отца отпустило, и он начал кричать. Слук удвоился, когда, открыв глаза, он понял, что абсолютно ничего не видел. Товарищ подхватил его и бегом в санчасть, а отец кричит, уберите ее от меня, уберите. Еще в недоумении, не знают, что с ним и почему зрение пропало, слава богу, спустя часа три зрение вернулось, но чувство слабости и усталости не покидало его ни на минуту. За три месяца отец похудел на 18 килограмм. Пришло время дембеля, он решает вернуться домой, так как не было сил искать работу и снимать квартиру. Приезжает в деревню и узнает, что девушка та повесилась у себя в саду несколько месяцев назад, и что самое удивительное, в той же ночной рубашке, в которой он ее видел. Но и на этом еще не все. Несколько дней спустя приходит к моему дедушке старичок. Пока отец был в армии, как-то раз к ним в дом пришел, нищий милостыню просил. Дед его пригласил в дом, накормил, напоил, да и подружился. Старичок был довольно странным, носил носки разного цвета, на обе ноги одевал только правую обувь. Дед подумал, что у него просто нет других и предложил свои, на что тот поблагодарил и отказался, мотивируя тем, что ему нельзя, что он должен так носить. Дедушка рассказывал, бывало залезет в яму с одним хлебом и кувшином воды и две недели не вылезает оттуда, а что самое интересное, яма оставалась чистой. Так вот, видит тот старик моего отца и говорит, мил человек, а ты как еще живой ходишь? Кто просил бабушку срочно принести ему таз и ведро холодной воды? Бабушка интересуется, зачем вам это? На что он отвечает? С того света вашего сына вытаскивать будем, на нем проклятие самоубийцы, с собой она хочет забрать его, преследует, вон за спиной стоит. Бабушка побежала, принесла все, о чем он просил, тот велел отцу раздеться, а дедушке наказал все вещи сына сжечь. Подальше от дома, да так, чтобы дым ни на кого не попал, после чего отца поставил в центре таза и начал поливать его водой. Провода шла черная, как смоль, и до тех пор, пока не пошла чистая, ритуал проводил три вечера подряд. После этого к отцу вернулись силы, и он обратно начал быстро набирать вес. Папа винил себя в смерти той девушки, но тот старик поругал его. Не она, а ты жертва, на ней с рождения клеймо самоубийцы стояло, в ней бесы сидели, с тобой или бес, но итог у нее был бы один, а у тебя же все будет хорошо. Ты женишься, и у тебя будет три сына, так в итоге и вышло, нас три брата, но старика того после разговора с отцом больше никто не видел.